Всем привет. Сегодня у меня в гостях Никита. Привет, Никита. Привет, Инна. Никита, скажи, пожалуйста, где ты живёшь? Сейчас я живу в России, в Санкт-Петербурге. Ты всегда жил в Санкт-Петербурге? Нет, я живу в Санкт-Петербурге меньше одного года. Я живу в этом городе недолго. А где ты жил раньше? Смотри, я родился в Великом Новгороде и жил в этом городе 18 лет. Великий Новгород — это небольшой город недалеко от Санкт-Петербурга. Это небольшой, но достаточно известный и важный город, потому что у этого города очень большая история. Великий Новгород — это мой родной город. Но в 18 лет я закончил школу и поступил в университет, который находится в Москве. И потом я 7 лет жил в Москве. И недавно переехал в Санкт-Петербург, потому что немного изменились обстоятельства моей жизни. Понятно. Значит, в Новгороде ты жил со своей семьёй. Да, вся моя семья раньше жила в Великом Новгороде. А где они живут теперь? Папа и мама продолжают жить в Великом Новгороде, и бабушка тоже. Это их дом, и они живут там очень долго и будут жить дальше. Но дети становятся старше и уезжают в разные города, потому что в Великом Новгороде почти нет перспектив для хорошей жизни, для образования, для работы. У тебя есть братья, сёстры? Да, у меня достаточно большая семья относительно обычных русских семей. В моей семье четыре ребёнка. Три сына и одна дочь. А где они все живут? Все мальчики, все парни живут в Санкт-Петербурге сейчас. А моя сестра живёт в Канаде. Она уехала учиться в Канаду, и после учёбы она осталась жить и работать в этой стране. Давно она живёт в Канаде? Я думаю, уже шесть лет. Относительно давно она уехала туда в последний год школы. Да, довольно долго. Да. Шесть лет. И что касается Санкт-Петербурга, это классический выбор для человека из Новгорода, потому что Санкт-Петербург и Новгород находятся довольно близко друг к другу. И Санкт-Петербург большой перспективный город. И также моя мать из Санкт-Петербурга, и вся семья моей матери из Санкт-Петербурга. Поэтому я часто был в этом городе, когда я был ребёнком. И можно сказать, что для меня это не очень новый город. Понятно. А почему ты решил уехать из Москвы? Это как бы причина немного личная. Я бы не хотел рассказывать конкретно, почему. Но можно сказать, что раньше были причины, по которым я хотел жить в Москве. Были люди, с которыми я регулярно встречался, регулярно общался. Но жить в Москве для меня было сложно и невыгодно. Потому что я совсем не богатый человек. Я живу сам. И для меня Москва была очень дорогой. и очень неудобный. Потому что очень много денег я тратил на квартиру и на Москву. На квартиру, на транспорт, на жизнь в Москве. В Петербурге у меня немного другие обстоятельства. И жить здесь мне гораздо удобнее и экономнее. Понятно. Да, Москва дорогой город. Да, безумно дорогой город. А сейчас ты снимаешь квартиру в Санкт-Петербурге? Нет, я не снимаю квартиру. Сейчас у меня есть возможность жить в квартире почти бесплатно. Я плачу деньги за эту квартиру, но небольшие деньги. И поэтому жить здесь для меня гораздо удобнее. Аренда в Питере ниже, чем в Москве? Если честно, я не смотрел, но я думаю, что да. Да, и это всегда зависит от района. Это всегда зависит от типа квартиры. Но в среднем, я думаю, для арендатора снимать квартиру в Санкт-Петербурге выгоднее, чем в Москве. Да, понятно. Если не секрет, какая у тебя квартира? Вот это вопрос. Окей, не секрет. Я сейчас живу в двухкомнатной квартире. Это обычная квартира в большом квартирном доме. В этом доме живет очень много людей. Здесь несколько подъездов и семнадцать этажей. И я живу в обычной двухкомнатной квартире в обычном жилом доме. А где находится этот дом? В центре Питера или на окраине? В каком районе? Этот дом находится не в центре и не на окраине. Я бы сказал, что это неплохой... Нет, это очень хороший район между центром и окраиной. В какой части города находится этот район? На юге, на севере, западе, востоке? Этот район находится на юге Санкт-Петербурга. И он называется Московский район. Потому что люди, которые едут из Москвы в Санкт-Петербург, они въезжают в Петербург через этот район. И так было всегда. И даже во времена Толстого и во времена Достоевского люди, которые путешествовали из Москвы в Санкт-Петербург, ехали через этот район. Поэтому он называется Московский. В этом районе находится Московский вокзал, верно? Нет. Московский вокзал находится в центре Санкт-Петербурга. Да, это, я бы сказал, почти самый-самый центр. И жить в районе Московского вокзала очень-очень дорого. Хорошо. Ты жил в Москве семь лет. И сейчас ты живёшь в Питере. Какой город тебе нравится больше? Мне больше нравится Санкт-Петербург. Гораздо больше, чем Москва. Хотя Москва тоже неплохой город в некоторых аспектах. Например? Я могу полностью ответить на этот вопрос. Я могу попробовать раскрыть эту тему. Москва — это очень хороший город в некоторых ситуациях. Либо, если ты турист, или если ты приезжаешь отдыхать в Москву, то там может быть очень хорошо, очень интересно. И там можно найти всё, что ты захочешь. И хорошего, и плохого, и доброго, и злого, и правильного, неправильного. В Москве есть всё для всех. И Moscow never sleeps. И также Москва никогда не спит. Это правда. Это абсолютная правда. И также в Москве может быть хорошо постоянно жить для двух типов людей, как я думаю. Если у этого человека есть большие деньги или, например, своя недвижимость, дом, квартира, очень хорошо, если и недвижимость, и большие деньги. И второй вариант — это если у человека есть большие идеи, которые он может реализовывать в Москве. И если у человека есть много мотивации, чтобы реализовывать эти идеи. Но если у человека нет больших денег, если человек должен снимать квартиру, и если это обычный человек без грандиозных идей, просто человек, который хочет жить нормальной, обычной, спокойной жизнью, то жить в Москве может быть или очень сложно, или очень неудобно, или просто психологически тяжело. Как это было в моей ситуации. Москва даёт много возможностей тем людям, у которых есть большие идеи, или большие перспективы, или большие амбиции в карьере, например. Это правда. Это правда. Как я сказал, в Москве есть всё для всех, для любой карьеры, для любых сфер, для любых людей. Но в этой ситуации человек должен хорошо понимать, чего он хочет, зачем он живёт в Москве, и как он использует этот город. Потому что я думаю, что если ты не будешь использовать этот город, то этот город будет использовать тебя. И у меня был второй вариант. Я не мог себе чётко сказать, зачем я в Москве, и зачем мне нужен этот город. И в моей жизни было достаточно много стресса, потому что мне регулярно надо было отдавать большие деньги за квартиру, и проводить очень много времени в общественном транспорте. И поэтому моя жизнь в Москве была иногда очень интересной, но очень часто тяжёлой и некомфортной. Да, действительно, в Москве можно проводить очень много времени в транспорте, потому что город очень большой. Географически он огромный. Это правда. Да. И, например, то время, которое сейчас нужно мне в Санкт-Петербурге, чтобы добраться из моего дома в центр, в Москве столько времени мне нужно было, чтобы добраться от дома до метро, и потом ещё ехать на метро через весь город в центр или в другие районы, чтобы встретить людей. Может быть, тут же я могу сказать, почему я решил переехать в Санкт-Петербург. Я очень долго жил в Москве, потому что мне были важны люди, которые живут в Москве, люди, которых я мог регулярно видеть. Но в какой-то момент я понял, что если я буду жить в Петербурге, я буду видеть этих людей не сильно реже, чем если бы я жил в Москве. Потому что у каждого человека работа, у каждого человека жизнь, и иногда встретиться в Москве это большое дело, большое событие. Это действительно так. Это действительно так. Я живу в Москве и полностью подтверждаю. Особенно сейчас у меня такой возраст, когда все мои друзья семейные люди. Поэтому работа, дети, мужья и жены, плюс огромные расстояния. И чтобы встретиться с подругой, мне нужно написать или позвонить недели за две до встречи, чтобы договориться о встрече. Да, я тебя прекрасно понимаю. Ещё очень часто люди работают в разных графиках, потому что особенно в Москве много людей, которые работают на нетипичных работах или на онлайн работах. И иногда мне и моим друзьям надо было очень конкретно планировать встречи, смотреть, когда у людей выходные. И я думаю, ты прекрасно представляешь ситуацию, когда ты всю неделю работаешь, у тебя, например, максимум два выходных, и в эти выходные ты делаешь то, что для тебя наиболее приоритетно. Ты проводишь время с семьёй, с девушкой, с парнем. Ты убираешься в квартире, ты идёшь в магазин, занимаешься йогой. И поэтому иногда очень сложно встретиться с людьми в этом городе. Да, действительно. Ты занимаешься йогой? Нет, это был просто пример для прогрессивных людей, которые живут в столице. Я не занимаюсь йогой, но, честно говоря, я хотел бы, чтобы йога была в моей жизни, потому что это очень полезно, и у меня есть небольшие проблемы в теле, которые, возможно, человек может решить с помощью йоги. Ты занимаешься спортом? Да, сейчас я хожу в спортзал, но раньше я обычно занимался дома. Немного. Я не могу сказать, что я большой спортсмен-энтузиаст, но время от времени я стараюсь иметь физическую активность и заниматься спортом. В Питере удобно заниматься спортом? Честно говоря, не знаю. Наверное, это зависит от того, каким спортом занимается человек. Но я думаю, что да, и удобнее, чем в Москве, потому что это может быть дешевле, это может быть ближе, и поэтому человек может тратить меньше времени на спорт. По крайней мере, в моей ситуации мне стало гораздо удобнее заниматься спортом, чем в Москве. Понятно. Хорошо, ты рассказал о Москве. Расскажи теперь, пожалуйста, о Питере. чем он тебе нравится и чем не нравится. Ты знаешь, я расскажу немного издалека. Однажды, когда я много слушал музыку и много занимался музыкой раньше, я познакомился с таким жанром, как джаз, и один человек сказал, что джаз либо нравится сразу и навсегда, либо не нравится вообще и не будет нравиться никогда. И я думаю, что для многих людей с Петербургом очень похожая ситуация. Человек либо моментально влюбляется в этот город, либо он не понимает этот город и не будет понимать никогда. И у меня первый вариант, первая ситуация. Я не могу сказать конкретно, по каким причинам мне нравится этот город. Окей, может быть, я могу проанализировать, но прежде всего это интуитивное ощущение. Моя мама из Санкт-Петербурга, история моей семьи связана с этим городом. Также раньше я иногда читал русскую классическую литературу и очень часто эта литература описывает действия, которые происходят в Санкт-Петербурге и в Санкт-Петербурге есть культурный дух и много аспектов, которые имеют тесную связь с культурой. И не знаю, просто я чувствую, что это мой город и я могу наслаждаться этим городом, его атмосферой, архитектурой, не знаю, общим вайбом и духом этого города. Атмосфера. Да, да, можно сказать атмосфера. У меня, наверное, последний вопрос. Кто тебе больше нравится? Люди из Питера или москвичи? Слушай, если честно, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что в своем поколении и в общении с ровесниками, со своими ровесниками, со всей страны, я вижу очень большой эффект глобализации, вижу то, как сильно люди стали похожи, потому что в нашей жизни с детства есть интернет. И иногда мне очень сложно заметить большую разницу между людьми, которые живут в разных городах, потому что у нас есть очень много общего, потому что большая часть нашей жизни в интернете, поэтому не могу сказать. Я когда переехал в Петербург, не заметил большой разницы между людьми. Может быть, мне надо больше общаться и социализироваться, но в целом для меня ничего не изменилось конкретно в этом аспекте. А сколько тебе лет, чтобы понимать, о каком поколении ты говоришь? Не поверишь, сегодня мне исполнилось 26 лет. Сегодня? Да, сегодня мой день рождения. А ты молчишь. Ну, как-то некрасиво говорить. Знаете, у меня тут день рождения. Поздравьте меня, пожалуйста. Я тебя поздравляю с днём рождения. Спасибо большое. Желаю тебе всего самого прекрасного наилучшего. Будь счастлив. Спасибо большое, Инна. Это неожиданно. Да, но будет какая-то интересная деталь в контенте, в видео. Хорошо. сегодня мне исполнилось 26 лет. Если говорить про поколение, то, наверное, я говорю про поколение людей, которым сейчас меньше, чем 30 лет. Молодые люди. Я поняла тебя. Хорошо. Ну, что ж, спасибо тебе большое, что пришёл сегодня на мой канал, рассказал о себе. спасибо тебе, что написала мне, спасибо за приглашение. Я на самом деле был очень рад получить твоё сообщение и буду рад поработать вместе с тобой и в будущем. Взаимно. Да, здесь также я хочу сказать и людям, которые смотрят это видео, сегодня был формат небольшого интервью. Инна задавала мне вопросы, потому что сегодня я гость на её канале, но в будущем также будет и ровно наоборот. Мы будем делать видео для моего канала, я буду задавать Инне вопросы, также в формате импровизации, поэтому приходите на канал Inhale Russian и смотрите новое видео. Да, благодарю за бесплатную рекламу, для меня это очень много значит, спасибо за возможность. Спасибо, Никита, всего тебе хорошего, ещё раз с днём рождения. Спасибо большое. Желаю тебе хорошо, весело провести этот день и отметить свой праздник. Спасибо, сегодня весь день я работаю, не знаю, когда я буду отмечать, но благодарю за твои слова. Всего доброго, счастливо, всем пока-пока. Давай, Инна, увидимся, пока. Пока. Субтитры